Внимание на следующее. С самого начала, когда пришла барабаш за Угаранов, она увидела коррупционные схемы и обрубала хвосты. Кому это понравилось? А у нас, в Константиновке, город маленький, поэтому, значит, тихая мать Маслова, первый зам городского главы. Ну, все переплетено. Вот, поэтому, значит, вот эта комарилья, я по-другому не могу назвать, начиная, значит, вот, короче говоря, закрутила все это, это самое, Марья Ивановна. Васильевна. Нет, Марья Ивановна. А, Байрачна. Байрачна. Которую вызвал разумный и сказал, что если ты не уберешь Байрач, эту, барабаш, я уволю тебя. Значит, тихая, значит, это был Кнут, а тихая предложила пряник и выделила 13 тысяч денег на фотоаппарат, вот, и благодаря таланту этой Байрачной, значит, она сумела убедить буквально всех общественников. Буквально. Я захожу к ней в кабинет, вот, а этот Ярослав говорит, ну что ж, убирать так убирать. Сейчас будет еще до драка. Осторожно. Не надо. Так вот, я хочу сказать, что после этого мы вышли на улицу, я ему объяснил ситуацию и вот со мной согласился. Мне пришлось полгода заниматься с каждым в отдельности общественников, чтобы переубедить их в пагубности этих действий. Значит, я нашел общий язык с этим Чириным. Я пригласил его к себе домой. Мы разговаривали часа полтора. Он меня понял. Казалось бы, наладились отношения, и он уже не будет требовать увольнения Барабаш. В это время Аберезин в интернет выкладывает обращение к Чирину, которое его возмутило. И он снова начал эти действия. Поэтому, значит, если вы дадите негативную оценку Барабаш, я считаю, это неправильно будет. Это с вашей стороны давление на комиссию? Нет, это подражение. Он мнение высказывает. А вы ради бога. Значит, а то не давление, когда... Он говорит о том, что будет, если вы так посвященны. Я вам объясняю. Подождите, не перебивайте. Тихо, тихо, тихо. Можно не перебивать? Тихо. Я вам объясняю. Значит, я знаю хорошо Алины Пани Марины. Я сейчас ей спросил, вы меня помните? Ну, она в азарте ушла. Значит, я бы хотел с ней пообщаться. Объясните корни, откуда все это пошло. Вы понимаете, все пошло с коррупционных схем, которые Барабаш обрубала. Идет война. Война между коррупционерами. Ведь вы же поймите правильно. Все директора школ, значит, почти все, были участниками референдума. Их всех менять надо. Это разное. Второе. Вот эта комарилья, значит, столько жалоб переслала в министерство. Барабаш не дают работать в комиссии. Постоянно кто-то здесь присутствует, проверяет и так далее. Значит, они передали в город дел, значит, несколько материалов о привлечении в барабашку уголовной ответственности. Я с уверенностью отвечаю вам. Это слова начальника следственного отдела города Константиновки о том, что все уголовные дела, которые были сфабрикованы этой комарильей, закрыты и больше к этому вопросу возвращаться никто не будет. То есть, барабаш оправданно, у нее нет нарушений. Да, она не святая, как и мы все присутствуем в ФИЗе. Значит, у нее есть ошибки. Ошибка, например, в том, что увольняя директора 9-го садика, значит, благодаря юристу, неопытному, она поставила дату 12-го вместо 11-го. И та пошла теперь на больничный и ходит ухмаляется. Понимаете, весь аппарат этого заведения, городского отдела ОСИПИ, противостоит единственной женщине-барабаш. Благодаря вот нашей помощи, которая здесь присутствует, она еще, ну, мы ей поддаем как бы вдохновение для работы. Все остальные только мешают. Я никогда не думал, что Алиник может войти в эту коалицию. Дуже длинно. Дуже длинно. Я сейчас все объясню, Полине. Эти люди используют ее, используют Чирина и так далее, значит, для того, чтобы любыми средствами барабаш убрать. Поэтому я еще раз наставиваю. Да, я хочу, чтобы у вас сложилось нормальное мнение о барабаш. Вот, это замечательная женщина, которая могла плюнуть полгода тому назад. Одну минуту. Давайте регламент. 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 Я сейчас закончу. Поймите правильно. Она бы полгода тому назад, то есть год тому назад, могла бы плюнуть, положить заявление на уход и все. Но она благодаря нам, благодаря нашей поддержке, она доставляется работой в этой комарине. Березин, давай. Значит, во-первых, вот вы на меня набросились, сказали, что я не понял. Мы опоздали. Мы извиняемся, если что-то не так. Я получил редакционное задание прийти сюда. Почему? Если здесь действительно люди, которых не надо фотографировать, значит, ваше вина, что вы не объявили нам, которые прижили. Но они опоздали. Мы не опоздали. Вы не опоздали. Это общественное место. Не-не-не-не. Если сказали бы нам, понимаете, мы понимаем, что это такое. Очень хорошо. Потому что между нами ходит кто-то. И ни одной фото в соцсетях не будет, не переживайте. Мы интересно понимаем. Ни видео, ни фото. Только мы в этом виноваты, что мы фотографируем. Именно Алиник я имею в виду. Потому что она проживает на территории ДНР. Спокойно причем. Возьмир Борисович, регламент. Регламент. Нельзя фотографироваться. Я по процентуре. В ней регламент. Значит, смотрите. Правильно. Правильно тоже. Я не говорю никому, не фотографируйте меня. А она с сиропом втекала. И не один раз не пришла. И сиропом ее прикрывала. Я с ним в Майдан. Ладно, ладно. Давайте ближе к телу. А теперь три минуты. Да. Засекли. Все четко, ясно. Понимаете? У нас реально город объединился вокруг Барабаш. Снимите вы ее, не снимите. Это уже все. Мы не снимаем. Больше нет. Вы поможете. Я же говорю, поможете. Поможете. Например. Тише. Уже даже если. Уже, во-первых, большинство директоров уже за нее. И в школах очень. Даже те школы, которые оброзят. Они уже поняли. К нам подходят учителя. Это идет динамика. По сравнению с тем, что было раньше. Объединение вокруг Барабаш. Я вообще думаю, если бы ее сняли, может быть, мы победили. Она бы мэром стала. А вот если не снимите, она будет работать. Только в образовании. Поэтому. Ситуация такая, что идет процесс. Мы боремся. Все, что здесь происходит. У нас здесь координационный совет. Мы работаем. Я, Марию Васильевну, знаю с 87-го года. Понимаете? Я с Бахмута. Мы друзья были очень близкие. И вдруг она меня лично предала. Она взрадный к меня. Потому что она не спросила. Ее тут нет. Она не понимает, что тут происходит. Абсолютно. Здесь очень сложные процессы. Понятно. Регионалы, первый пункт. И вы согласитесь. Регионалы очень сильны. Они же не шли. У них такие тут все эти связки, перевязки. Здесь и здесь. Вот в среде сидит подруга первого зама городского головы. Тихой, у которой сын работает, получается, самый главный враг барабаш. Потому что он по хозяйственной деятельности. Понимаете? Тут все переплетено. Тут начальник КРУ тоже в этом всем был задействован. А она сейчас немножко дальше переехала начальник этого... В общем, в ДНР... Казначейство. Казначейство в ДНР. То есть, понимаете... Куем кадрами для ДНР. Понимаете, понимаете? Мы в ДНР заступаем. Мы здесь... Задача здесь укреплять Украину. Но давайте посмотрим, кто занимался чем до войны. Понимаете? Вот большинство этих людей мы занимались до войны. Вот голова товариства Лекситыхова. Понимаете? Вот народная рада. Мы работали здесь так, что в кубле, в самом, в логове партии регионов. Понимаете? Делали такое здесь. Почему? А теперь они нам нос в спину вставляют. Понимаете? Хотят, чтобы сожрать барабаш. Поэтому я только что говорил с Максимом Потапчуком. Вы знаете, кто Цитакий. Значит, он... Известный человек. Он сказал, что он сейчас начинает. Компанию уже нашел. Веселову, там, депутатов. Он начинает кампанию против... Не, просто чтобы вы знали. Против травли. Министерство освиты травит барабаш. К сожалению. А что нам работать? Что нам работать? Не, я закончу. Дело в том, что... Дело в том, что... Регламент. Когда, когда говорил. Я шляпу снимала перед Реневицей за то, что она четко показала, как за что увольняют таких людей, как этот запрос. По морально-этичному кодексу есть. По морально-этичному кодексу есть. Он, например, все читал. Володимир Борисович, можно? Ага. Против. Ну, на жаль, так много... Ви поднимаете так много проблемных вопросов, что наша комиссия... Деякие вопросы, которые мы принимаем, не в змозе, просто вы решите. Потому что у нас есть свои межи компетенции. Мы можем сейчас дать оценку самым действиям барабаши, как освитянцы... И, что вы решите, вы решите. И, что вы решите, вы решите. Чисто. Это хорошо, это нормально. В этом году Министерство освіти и науки отреагировало на те действия керевников, которые принимали участие в таких референдумах, незаконах. Поэтому сейчас мы продумаем, подготовим еще один лист. Но вы же знаете, все законы. Кто принимает решение о свободе этих керевников? Ну, конечно, это не повноважение Министерства. Мы можем подстолкнуть, мы можем дать там...